Стадион с современным искусственным покрытием, дающий возможность тренироваться в любую погоду. Именно такой подарок получили в преддверии нового учебного года воспитанники Брестского областного центра Олимпийского резерва по футболу. Обновленная площадка создавалась по совместной программе УЕФА и Белорусской Федерации Футбола, а потому во время реконструкции были учтены все европейские параметры. Так что теперь этот небольшой спортивный уголок может принимать официальное соревнование и первенство. В рамках хит-трик мы получаем поля, которые полностью соответствуют всем характеристикам, на которых можно проводить официальные матчи. Это поле стойкое к вытаптыванию и если здесь будут соблюдать технологию его причесывать и посыпать крошкой, то это поле прослужит очень долго. Такие поля уже лежат более 5-7 лет в республике и за пределами республики. Они все очень хорошего качества. Мы уже подходим к европейскому уровню подготовки наших футболистов. Такие же поля и в Европе, они также на таких полях готовят. Поэтому сегодня что? Осталось сегодня профессионализм тренеров и желание тех, которые учатся играть в футбол. Конечно, уровень значительно поднимется. Когда условия для подготовки создаются хорошие, значит, есть возможность показывать хорошие результаты. Обновленное поле – серьезный задел для начинающих футболистов, которых в областном центре Олимпийского резерва порядка 650. Особое место в графике занимают тренировки для девочек. Юная представительница прекрасного пола с удовольствием оставляет все заботы дома, чтобы прийти на тренировку и несколько часов подряд оттачивать технику забивания голов. Очень нравится, честно. Я жалею, что раньше не пошла на футбол, потому что это очень здорово. И то, что команда, она как семья, и мне это очень нравится. Говорят обычно, что это мужской вид спорта, но мне кажется, что в футбол могут играть все. И мне кажется, что наша команда сможет доказать, что девочки играют ничуть не хуже, чем мальчики. За большую, практически полувековую историю из стен этого учебного заведения вышли десятки знаменитостей, продолжающих и сегодня спортивное дело, начатое еще на Брестской земле. Виталий Гайдучик, Владимир Хвощинский, Дмитрий Мазалевский. И это неполный список тех, кто прославляет Брещину, забивая мячи в ворота соперников не только на территории Беларуси, но и далеко за ее пределами. Хорошая спортивная биография Центра Олимпийского резерва дает основания говорить о том, что порядка 10 миллиардов белорусских рублей, вложенных в реконструкцию футбольного поля, позволят воспитать в нашем регионе в скором времени своих белорусских Месси и Роналду. В принципе, коллектив тренерский молодой, амбициозный и, наверное, администрация всегда ставит цели самые высокие. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.